Мурад Малим, у меня к вам вопрос в несколько более широком ракурсе, как к аналитику. Дело в том, что аспект и реформирования Совета Безопасности, и нового мирового порядка был озвучен несколько дней назад в программной, я считаю, статье Фрэнсиса Фукуяма. Дело в том, что он сказал, что Совет Безопасности изжил себя, и, говорит, единственный плюс того, что произошло в последнее время, это резолюция специальной сессии Генассамблеи. Вот именно этот аспект, он предлагает рассматривать с точки зрения необходимости реформирования этой структуры. Вот, и как вы считаете, на нынешнем этапе это является призывом к той же смене мирового порядка, или о чем говорит Фукуяма, на ваш взгляд? Вы знаете, если мы будем рассматривать данный вопрос в комплексе, как вы сказали, то мы должны уйти в историю и посмотреть, как и почему была создана эта организация, Организация Объединенных Наций и Совет Безопасности, представляющий ее в периоды между сессиями Генеральной Ассамблеи. Эта организация была создана по идее американского президента Франклина Рузвельта в 1942 году, а реально она была создана в 1945 году, если не ошибаюсь, 24 октября. То есть 50 стран, плюс потом Польша присоединилась, 51 стран приняли это решение, устав и ратифицировали ее. Но кто ее создавал? Создавали ее страны-победители во Второй мировой войне, и они учитывали баланс сил на тот период по результатам Второй мировой войны. Это были страны Соединенных Штатов Америки, Великобритания, Китай, Советский Союз тогда, и потом Франция. То есть эти пять стран и создали эту организацию под себя, не забыв для себя определенной индульгенции. В чем она заключалась? Она заключалась в том, что они оставили для себя право вето. Но сегодня мир изменился, прошло 75 лет. Эти страны, может быть, тогда были великими, тогда были влиятельными, но сегодня, опять-таки повторяюсь, появилось очень много других региональных держав. Например, возьмем Турцию. Турция сегодня такая страна, которая вокруг себя любые вопросы, которые решаются, без интересов Турции невозможны. Но она не представлена в Совете Безопасности, правом вето, как вы сказали, и так далее. Или возьмем другие страны. Допустим, вопрос реформирования. Да, сегодня ученые поднимают этот вопрос в контексте того, что произошло по поводу событий Украины и России. То есть многие страны, которые являются и тогда заявили себя как гарантами международной безопасности, сами начинают нарушать эту структуру. При этом они обладают правом вето, которое позволяет им прекратить любую резолюцию, которая готовится против этой страны. И мы стали свидетелями именно на последний раз. Но таких случаев было много. Много раз эти большие страны применяли право вето. И часто несправедливо. Но к этому как-то не обращались. Но в свое время президент Турции этот вопрос поднимал. И не только из-за интересов Турции. Например, если в мире сегодня более миллиарда мусульман, а почему ни одной мусульманской страны не представлено там? Или же другие факторы. Например, в свое время Ангела Меркель подняла вопрос, когда Великая Абритана вышла из Евросоюза, она подняла этот вопрос, что почему Франция должна представлять Евросоюз? Давайте заменим ее, Францию, на саму Евросоюз. То есть таких предложений было еще очень много. И в этом контексте сегодня... Кстати, я приведу пример Азербайджана. Мы тоже столкнулись с тем, что эта система не работала в отношении справедливых требований Азербайджана. В 1994-1993 году было принято 4 резолюции. Как раз президент Азербайджана Айфам Али все время указывал на это во всех интервью. И что получается? Когда вот эти великие державы, крупные державы, которые участвовали в этом, которые обладают правом ВЕТА, затрагивают их интересы, то они эти резолюции исполняют. Когда их интересы не затрагивают, то вопрос мировой справедливости, исходящий из устава ООН, незыблемость границ, суверенитет, все это нарушается. Мы были свидетелями, вот именно 4 резолюции по Азербайджану, которые требовали незамедлительного вывода армянских оккупационных сил в территории Азербайджана, не были исполнены, даже на них не обращали внимания. Причем с 1992-1993 годов. В результате, что получилось, Азербайджан сам исполнил их. Даже нам спасибо за это не сказали. Мы ихнюю работу выполняли, кстати. Но, кстати, как говорит президент Ильхам Алиев, в соответствии с уставом ООН. Конечно же. То есть на основе международного права. Полностью мы выполнили все требования международного права в этом отношении. Теперь переходим к вот именно вопросу. Вы знаете, Мурад Майлим, я на что хотел бы еще обратить внимание вот в процессе того, что мы цитируем Фукуяму. Почему это важно? Потому что именно он, будучи теоретиком, скажем, происходящего в мире, потом его высказания становятся основой для того, чтобы политические лидеры работали в направлении как бы того, чтобы эта теория становилась былью. Мы это уже видели. Поэтому возможно, что будет у него очередная книга, которая станет, может быть, геополитическим бетселлером. Неизвестно еще, все страны ее примут или нет, но, видимо, какая-то тенденция есть. Вот он в преломлении как раз то, что вы говорите Азербайджану, в принципе, у нас был совмещен и решение, и военным путем, и в то же время работала очень серьезно дипломатия. В преломлении к происходящему между Россией и Украиной Фукуяма пишет, что здесь дипломатия не сработает. Он вот напрямую пишет, что дипломатия не сработает, но будут изменения после войны. То есть фактически он дает понять свой взгляд, что обычно после военных действий менялась конфигурация в мире и изменялся мировой порядок. То есть не есть ли это фактически его мысль о том, что все-таки мировой порядок будет меняться, потому что он говорит, что дипломатического пути для решения вопроса между Украиной и Россией он не видит. Я не думаю, что сегодня можно однозначно сказать, что дипломатического пути решения нет. Я все-таки считаю, что на определенном этапе, это же не мировая война, это все-таки война между двумя государствами. На определенном этапе, когда ресурсы для продолжения этой войны, военные, человеческие, экономические, информационные, у одной из сторон начнет иссякать, и, как показывает история, они будут больше внимания определять для дипломатического решения вопроса. Посмотрите, что произошло на форуме в Анталии. Под председательством Турции, при посредничестве Турции, произошла первая встреча министров иностранных дел и России, и Украины. Это показатель того, что обе эти страны оставляют дверь открытой для дальнейшего дипломатического решения этого вопроса. То есть они тоже понимают, что военного решения этого вопроса нет. Я согласен с автором, что да, после крупных военных действий, таких как мировая война, которая приводит к крупным геополитическим изменениям, появляется необходимость изменений вот этого миропорядка и системы безопасности, и реальное требование к изменению системы ООН возможно будет. Но сегодня же нету этой мировой войны. Мы видим, что да, мировая война идет как бы экономически. Многие мировые страны в отношении России примены очень жесткие экономические санкции. К чему это приведет, мы посмотрим еще. Ну да, вы правильно говорите. Просто сейчас возможно, что экономические рельсы, которые используются во взаимоотношениях между НАТО и Россией, это тоже своего рода элементы определенной войны. Ну, как вы говорите, время покажет. Об этом и Песков, кстати, назвал, пресс-секретарь президента России, назвал это открытой экономической войной против России. Все правильно. Индонезия, которую тоже не надо забывать, и которую я вспомнил в связи с упоминанием коллеги о том, что мусульманские страны не представлены. Индонезия почему не представлены? Крупнейшая мусульманская страна в мире. Вот кому бы в Совет Безопасности молчат об этом. Это не входит в планы тех реформаторов, которые рассматривают только определенные кандидатуры. А очень мудро поставлен вопрос был относительно мусульманских стран. Видели и обсуждали как раз вот на прошлой неделе. Дипломатический форум в Анталии подтвердил, что позиции Турции укрепляются не только, скажем, в Южном Кавказе или на пути в Центральную Азию, но и на Ближнем Востоке через призму того, что там были организованы как раз переговоры между Ицхаком Герцогом и Реджеп Тайпом Ордоганом. И именно там были проведены то, на что вы обратили внимание, Мурад Налим, как раз и украино-российские переговоры в присутствии министра иностранных дел Турции. В связи с этим у меня как раз к вам вопрос, что и буквально вот в те же сроки был подписан меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Ираном. И сейчас появляется новый вот этот логический транспортный хаб, новые логические транспортные маршруты, где будут задействованы не только Турция, Азербайджан и Иран, но здесь уже идет прямой выход и Центральная Азия, здесь и выход на Россию, здесь и выход в Ближний Восток и дальше Европа. То есть, на ваш взгляд, что это дает Турции и Азербайджану? Ограничимся вот региональным таким моментом. Мы знаем, что после завершения своих четырехдневной войны была подписана декларация о прекращении огня, где было отмечено, что Армения предоставляет Азербайджану коридор, Зангизурский коридор, который соединит восточный Зангизур Азербайджана и Нахичевань. И уже после завершения войны скоро уже будет два года, как реализация этого вопроса затягивается. Азербайджанская сторона несколько раз упоминала, что все наши проекты, все наши предложения имеют ограниченное время. Но армянская сторона, как всегда, затягивает процесс и думая, предполагая, что этим она сможет как-то оказывать давление на общие процессы, происходящие на Южном Кавказе, тянула решение вопроса с Зангизурского коридора. Но что сделал Азербайджан? Азербайджан в одночасье договорился с Ираном и открыл параллельно Зангизурскому коридору. То есть там 40 километров, разницы нет по эту сторону реки Аракса или по эту сторону. То есть мы получаем два коридора теперь. Один коридор в рамках нашего соглашения между Россией и Азербайджаном Арменией, это Зангизурский коридор. Но мы знаем, что там контроль за этим коридором осуществляться будет Армения, как ее территория. Армения, ну в принципе российские пограничники. И Федеральная служба безопасности России. Но коридор, который мы открыли через Иран, там уже этого влияния не будет. И с точки зрения экономической он дешевле, потому что непосредственно он выходит на территорию Ирана. А там еще существовало в советское время, из Джульфы на Хичеване, железная дорога прямо на Тегеран. То есть она может присоединиться туда. О чем я говорю, чем он важен нам? Мы знаем сегодняшние геополитические изменения в мире. И мы видим, что процесс противостояния США, мирового сообщества с Ираном идет к тому, что скорее всего с Ирана будут эти санкции в мягкой форме поочередно сниматься. И Ирану в первую очередь необходима будет что? Коммуникации. А кто рядом сосед? Азербайджан. Азербайджан обладает уже всем парком коммуникации. У нас есть порты, у нас есть железная дорога, у нас есть газовая коммуникация. И вот очередная коммуникация, которой Иран может воспользоваться. А мы знаем возможности Ирана, если с нее будут сняты санкции, то этот коридор будет дополнительно играть в пользу и как Азербайджана, как и... Мурад Малим, буквально вот блиц такой вопрос. Не считаете ли вы, если мы говорим о перспективах нового мирового порядка, что роль Азербайджана и Турции как раз может играть знаменательную роль в новых каких-то условиях мировой геоприи? Безусловно, она уже играет эту роль. Мы все увидели, что Азербайджан строил в свое время вот эти газовые коммуникации. Тогда даже многие силы Европы выступали против этого. Помните, наверное. Но сегодня какая ситуация сложилась в европейском газовом рынке? Они все к нам обращаются, чтобы увеличить газовую поставку, увеличить газовую поставку. То есть Азербайджан всегда проводил дальновидную политику с учетом всех возможностей. И сегодня мы получаем результаты этой политики.